Красноярск с размахом отметил День Победы. По центральным улицам прошел парад. На Покровской горе руководители города и края провели митинг и возложили цветы к вечному огню. Кроме того, в каждом районе Красноярска прошли концерты. Впереди еще салют в честь победителей и павших в боях за Родину. Виталий Поляков расскажет подробнее. Здравствуйте, товарищи курсанты Сипирского юридического института! Края желает, товарищ полковник! Достойные сыны Отечества собрались на площади революции, чтобы поздравить всех с Днем Победы. В колонне 1200 человек, в их числе военные, курсанты, спасатели, казаки, кадеты. Во главе шествия бронетранспортер с копией Знамени Победы. Почти такое же в 45-м водрузили на купол Рейхстага в Берлине. Все соседние улицы и улочки запружены зрителями. Увидеть парад желающих тысячи, о Дне Победы так много говорят, а проходит он так быстро. Изюминка парада – «Георгиевские ленты в небе». Такое в Красноярске впервые за последние десятилетия. Ветеранов с каждым годом становится меньше, но на почетных трибунах на Красноярском параде свободных мест нет. Фронтовики вспоминают, что Победа для них 69 лет назад значила почти все. Жизнь для будущего поколения. Уважаемые ветераны, напоминаем вам, за что стояли наши деды. Для меня, во-первых, День Победы. Я как участник войны никогда не забуду этот день. Заканчивали войну в Чехословакии. Радость была большая, остались живые. На мемориале Победы в Покровке митинг в память о героях войны. Тысячи цветов несут к вечному огню. Руководство края называет 9 мая главным патриотическим праздником страны. Лучшим подарком для наших ветеранов стало возвращение города нашей славы, Севастополя, в российские пределы. И возвращение Крыма, который был обильно полит кровью русских солдат. Уважаемые ветераны, позвольте мне пожелать вам крепкого здоровья, Долгих лет жизни. Знаете, вы очень нужны нам. Мы гордимся вами. Мы равняемся на вас. Уважаемые красноярцы, с праздником! С Днем Победы! Из Красноярского края в годы войны на фронт ушли почти полмиллиона человек. Каждый третий домой не вернулся. 180 человек стали героями Советского Союза. Подвиг красноярцев будет помнить вся страна. В 1941-м вовремя подошедшие сибирские дивизии остановили врага под Москвой и отбросили его от столицы. Вторая мировая война преподнесла нам такой страшный урок, что казалось, фашизму никогда не будет места на этой планете. Однако братский народ Украины, который принял на себя одним из первых военных ударов нацистской Германии и который пережил все ужасы оккупации, сегодня вновь страдает от людей, которые забыли свою историю. Россия не забудет. Россия не даст забыть. В каждом районе Красноярска сегодня концерты. На всеобщее обозрение выставлена военная техника. Здесь танки, гаубицы, машины связи, ракетные установки. Как бы в напоминание, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Дмитрий Кутько. Афонтова новости.